Как вернуть отношения России и Запада на прежний уровень и что этому препятствует? Владимир Путин дал интервью одной из крупнейших немецких газет «Бильд». В разговоре участвовали ее издатели и заместитель главного редактора. Их интересовали детали ключевых событий, после которых осложнилось международное сотрудничество. В частности, они имели в виду возвращение Крыма в состав нашей страны. По мнению журналистов из Германии, случившееся мешает, к примеру, объединение усилий в борьбе с терроризмом. Что вы подразумеваете под словом «кармон». Изменение границ. А я под этим понимаю людей. Два с половиной миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, прямо надо сказать, были встревожены переворотом, государственным переворотом на Украину. И после переворота в Киеве крайне националистически настроенные силы, они просто впрямую начали угрожать людям, и русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще, и в Крыму в частности. Потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины. Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Значит, люди... Мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы издержать находившиеся там военнослужащих Украины от вмешательства в свободное уволе изъявления людей, которые там проживали. Люди пришли в референдум и проголосовали. И они захотели быть в составе России. Отдельная тема сотрудничества России и Германии. Владимир Путин подчеркнул, что с 2005 года оно находилось на очень высоком уровне. Были сделаны серьезные шаги по развитию совместных энергетических проектов, укрепились гуманитарные связи. Но западные партнеры решили ввести санкции, которые российский президент назвал ошибкой. По его мнению, они на самом деле были направлены не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей нашей страны. Вы сказали о санкциях. Я думаю, что это глупое решение и вредное. Я говорил о том, что у нас товарооборот был с Германией 83-85 миллиардов долларов, и тысячи рабочих мест в Германии были созданы в результате этой совместной работы. Для нас какие ограничения? Это не самая сложная вещь, которую мы переживаем, но тоже вредная. Это выход на внешние финансовые рынки. Что касается наибольшего вреда, который наносится в сегодняшней ситуации, это, конечно, прежде всего вред нашей экономике, это вред от снижения цен на наши традиционные товары, нашего экспорта. Но и в первом, и во втором есть негативные, ну, как ни странно, есть и позитивные вещи. К таким положительным последствиям Владимир Путин причислил постепенно уход от нефтяной зависимости, а также выросший впервые за многие годы объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, говорить о постепенном выходе на стабилизацию и подъем экономики позволяют накопленные резервы Центробанка и фондов правительства. Спасибо. Спасибо. Спасибо.